Крест, четки, свеча, новые одежды. Все аккуратно, сложено и ждет своего часа. Через несколько минут в векаре Московской епархии епископ Серпуховской Роман совершит монашеский постриг. Для Николы Берляковского монастыря это знаменательное событие. В новой истории обители с момента возрождения ее в 2004 году это второй монашеский постриг. Пять лет назад иныческий чин принял иеромонах Тимофей, сегодня послушник Михаил. В наше время не часто постригают монахов и выполнение братьев мы считаем каждого человека. Конечно же укрепление монастыря и молитвенное, и братское укрепление мы, конечно, очень рады. Послушнику Михаилу 60 лет. Всю свою жизнь отдал служению Отечеству. Был кадровым офицером, участвовал в боевых действиях, но вечно и предпочел мирскому. Монашеский чин постриг сопровождается рядом определенных действий, каждый из которых носит глубокий смысл. Епископ задает ряд вопросов, цель которых засвидетельствовать свободную волю и глубокую продуманность в своем выборе. Даже после того, как пострижник приносит монашеские обеты, то есть отречение от всего земного, владыка дважды отвергает подаваемые ему для пострига ножницы. Возьми ножницы и подашь меня. Возьми ножницы и подашь меня. Убедившись в неизменности намерений, епископ Роман совершает постриг и называет новое имя монаха в духовной жизни. Брат наш, монах Никанор, подрезает вас и главы своя, знамени от лица Немира и всех, я же в мире. Отец Никанор стал четвертым монахом в Николадроликовском монастыре. Братья надеются, что это только начало. Монастырь за последний год претерпел большие изменения. В лонрусской православной церкви вернулись территория монастыря, которую долгие годы занимала московская больница и три храма. В одном из них, в соборе Святой Троицы, в престольный праздник состоялась первая божественная литургия. К концу 2017 года там должны быть проведены восстановительные работы. И после долгих лет забвения здесь вновь начнутся регулярные богослужения. Сергей Максимов, Галина Холодцова, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова